До начала вечера памяти Владимира Высоцкого еще полчаса, а в холле Центра молодежного творчества полный аншлаг. Это неудивительно, хотя бы по двум причинам. Высоцкий всегда собирал полные залы. И во-вторых, с Брестом Владимира Семеновича связывают не только многочисленные гастроли, но и корни. В городе над Бугом родился и жил его дед. К этому факту брещане относятся с гордостью и уважением. У каждого из тех, кто сегодня придет в зал, есть свой Высоцкий. И, как правило, любые моменты в жизни, они как-то связаны с творчеством Владимира Семеновича. И поэтому, несмотря на то, что уже почти 40 лет его нет среди нас, но тем не менее, его творчество до сих пор любимо и почитаемо как на пространстве бывшего Советского Союза, так и за рубежом. Он мог бы дожить до своего 80-летнего юбилея, но судьба распорядилась иначе и отвела ему короткий век. Всего 42 года. Но его слава, феноменальная популярность в людских сердцах живет и сегодня. На творчестве Высоцкого выросли и продолжают расти поколения. Возраст его поклонников самый разный. Переполненный зал это подтверждает. Кто сказал, что земля умерла? Нет. Она затаилась на время. Мне очень нравится манера Владимира Высоцкого и его песни, они даже просятся и так исполняться. Хотя в целом, правильнее, наверное, говорить, что это все-таки стихотворение. Стоит почитать отдельно тексты песен, не их звуча, не в исполнении вокальном, а под музыку, а вот как их прочитать как стихотворение. Это очень сложные работы, интересные рифмы, практически неповторяющиеся образы в таком большом объеме текстов. Говорят, что Высоцкий жил так, как писал и пел, играл на сцене. А это значит, что летопись его судьбы была удивительно яркой, хоть и такой короткой. Память о Владимире Семеновиче будет жить еще как минимум век, так говорят люди. И хочется процитировать название одного знаменитого российского фильма. Высоцкий. Спасибо, что живой. Спасибо.